Доброе утро! В эфире телевизионная служба новостей в студии Евгений Гуляев. Что за новая напасть? В Перми усилили санитарно-карантинный контроль за авиарейсами, прибывающими из Египта. Как сообщает Роспотребнадзор, это связано со случаями заболевания в провинции Кена. По симптомам оно схоже с лихорадкой Денге. Отметим, каждый день в наш аэропорт прибывает один-два рейса из аэропорта Фургада и Шарм-эс-Шейх. Переносчиками могут являться насекомые. Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке. В тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. В отсутствие переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности и не опасен для окружающих. В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности, сносить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых. Тонкости маршрутизации. Прикамский туроператор, который организует автобусные перевозки на полуостров Крым, вынужден менять путь исследования. Это произошло из-за теракта на Крымском мосту. Как сообщает издание Коммерсант Приками, компания совершит туры, на которые продала путевки. Но схему доставки людей несколько скорректирует. Автокруиз отправил автобусные туры с Перми в Крым 11 июля. Автобус с туристами должен был прибыть в 20-х числах. Однако из-за теракта на Крымском мосту перевозчик вынужден будет менять маршрут. На данный момент с полуострова можно выехать через новые регионы России или на пароме. Между тем, большинство пермских компаний отказались устраивать автобусные туры в Крым из-за низкого спроса. Это тенденция двух последних лет. По последним данным сейчас на полуострове находится порядка 50 тысяч туристов. Опасность взрыва. Сообщение о необычной находке поступило в отдел полиции Свердловского района рано утром. Как сообщили звонившие, при проведении благоустройства на одной из улиц в центральной части города обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Мы сначала подумали, что это просто металлолом, а потом при детальном рассмотрении поняли, что какая-то находка. Находку, по словам рабочих, обнаружили, когда снимали слой асфальта в междворовом проезде у дома 37 по улице 1-я Красноармейская. Предмет находился на глубине около 30 сантиметров. Присмотревшись, дорожники поняли, что достали из-под земли боеприпас. По предварительным данным, это восьмигранная артиллерийская мина. Специалисты полагают, что она попала на придомовую территорию пятиэтажки во времена Великой Отечественной войны. В военные годы через дорогу находилась пересыльная тюрьма, где наладили производство военной продукции. Соседний 213-й квартал, ограниченный сибирской газетой «Звезда» Полина Осипенко, 1-й Красноармейской, это была рабочая тюрьма, по большому счёту. Здесь производились в период Великой Отечественной войны. Вплоть до 1956 года производились элементы к боеприпасам. По всей видимости, это и есть корпус миномётного боеприпаса без хвостовика и взрывателя. Отметим, боеприпасы на 1-й Красноармейской находят не впервые. Так, в 2010 году во время ремонта в цоколе соседнего дома нашли два снаряда. Тогда дома цепляли, а жильцов эвакуировали на непродолжительное время. Найденный на этот раз боеприпас дорожники перенесли на газон. Место оградили сигнальной лентой и вызвали сотрудников полиции. К месту обнаружения выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Как сообщили силовики, обследовав предмет, взрывотехники определили, что находка не представляет опасности для жителей Перми и будет уничтожена в безопасном месте. Татьяна Овсяникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Спасти не смогли. После нескольких дней медикаментозной комы умерла 16-летняя школьница, которую избили и подожгли в Октябрьском городском округе Прикамья. Это, напомним, произошло 8 июля. Обожженную девочку около железнодорожных путей заметил машинист поезда. Пострадавшую госпитализировали в местную районную больницу. Затем при помощи вертолета санавиации переправили в Пермь. Сохранить ей жизнь не удалось, сообщили в региональном Минздраве. Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью». Известно, что задержан подозреваемый, местный школьник. Между тем, по информации источника издания «Комсомольская правда», в компании было трое подростков. Елена Иговцева, Дмитрий Гаврилов, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Смертельный аттракцион. Стали известны подробности гибели 34-летнего туриста из Пермского края в экстрим-парке Грифон на Айских притесах в Челябинской области. Накануне мы рассказывали, что трагедия случилась во время спуска мужчины на троллее через реку Ай. Этот аттракцион также называют зиплайном. Портал 59.ру рассместил видео очевидицы, на котором медики пытаются спасти пострадавшего. Автор видео также рассказала новые подробности трагедии. По ее словам, в экстрим-парке нарушили правила при запуске людей на аттракцион. Якобы на трос допустили одновременно двух взрослых. Первой спускалась женщина, и ее еще не сняли с троса, когда дали отмашку следующему – мужчине. Трос провис, и турист на скорости врезался в металлическое ограждение. Мужчин решил скатиться с зиплайной и врезался по ошибке людей, предоставляющих услугу высокую железную лестницу, откуда спускаются туристы после зиплайна. Наши инструкторы обрезали канаты, а местные, кто предоставлял услугу, даже не знали, что делать, испугались. Не было медиков на месте изначально. Даже молодежь, которая продавала зиплайн, не знала, что делать. Просто начали разбегаться, хотя мужчина висел еще на канатах, уже с черепно-мозговой. Откачивали очень долго, но, к сожалению, ничего не смогли сделать. Владелец экстрим-парка Григорий Шишов рассказал порталу 74.ru, что перед пермиком на зиплайне прокатилась его родственница. Ее отцепили от страховочного троса, но времени на подготовку системы к приему мужчины не было. Это произошло из-за ошибки инструктора, который слишком рано запустил на аттракцион следующего участника. Тормозная система была не готова к этому, и турист на полной скорости врезался в финишную площадку зиплайна. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи управления СКР по Челябинской области. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей. Новая потеря в спецоперации стала известна о гибели еще двоих военнослужащих из Пермского края. Это Алексей Суздальцев из города Горнозаводска, а также Виталий Мартынюк из Александровска. Оба погибли при выполнении боевых задач в первой декаде июля. Не бросая якоря, на Волге в районе города Балахна Нижегородской области на мель села баржа. Она следовала по маршруту Соликамск-Тверь. Судно наклонилось на бок, а задняя часть начала уходить под воду, сообщили очевидцы. Кадрами с места событий с нами поделились коллеги с телеканала Волга-24. Ситуацию сейчас изучают сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Они ведут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. По предварительным данным, 18 июля 2023 года около 5 часов 30 минут села на мель баржа 72-24, буксируемая теплоходом Окский 44 с грузом технической соли. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. В настоящее время проводятся работы по снятию судна с мели. Выявлена водотечность баржи. Напомним, ранее в Астраханской области еще одно судно, вышедшее из Пермского края, сделало вынужденную остановку на Волге. Это трехпалубный теплоход Павел Бажов. Он успел побывать в Чайковском, Казани, Самаре, Саратове и Волгограде. Но на шестой день пути сел на мель. Это произошло в районе села Черный. Самостоятельно сдвинуться с места не удалось. На помощь направили буксир, и он со своей задачей справился. Но маршрут движения пришлось скорректировать. В Астрахань на этот раз Павел Бажов не зашел. Татьяна Овсяникова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. В десятке лучших по итогам июня. На платформе Дзен наша группа Рифей ТВ заняла восьмое место среди региональных телеканалов страны по вовлеченности аудитории. Такие данные опубликовал телеграм-канал Нью Медиа. Напомним, Рифей регулярно занимает высокие места в рейтингах по просмотрам. Также напомним, наш канал в видеохостинге Ютуб насчитывает более 100 тысяч подписчиков, а наша группа в соцсети ВКонтакте более 110 тысяч. Поэтому, как бы сказали популярные видеоблогеры, переходите на наши ресурсы, смотрите последние новости Перемьи и Края, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии под видео. Городские и мировые новости, специальные репортажи, спорт, культура, наука, шокирующее и смешное видео, интересные гости и развлекательные рубрики. Наш эфир продолжается, не переключайтесь.